Добрый день, дорогие участники платформы All Foods Market. Добрый день, будущие участники платформы All Foods Market. Приветствую вас всех с выставки Asia Food Logistics в Гонконге, которая проходит с 6 по 8 сентября 2023 года. Ну, давайте пройдемся по выставке, расскажем друг другу об общих впечатлениях и о том, что здесь происходит. Вот, выставка по азиатским меркам большая. Эта выставка является продолжением европейской выставки Fruit Logistics Berlin. В сравнительном анализе, конечно, признаюсь честно, что Fruit Logistics Berlin, ну, по моим личным ощущениям, человека, который ездил туда 15 лет подряд, она больше раз в 20. Вот, ну, правда, нужно оговориться, не все 15 лет подряд, за исключением того года, когда была пандемия. Кто представлен на этой выставке? На этой выставке представлены логистические компании, конечно, на этой выставке представлены местные производители, на этой выставке представлены экспортеры и импортеры, ну, и также, конечно, международные компании, которые здесь представляют свои услуги. Выставка состоит из двух залов, два зала абсолютно разнородных, нет четкого деления на импорт и экспорт, все в перемешку, стенды абсолютно разные. По бокам каждого зала в основном расположены небольшие китайские компании, которые представляют свои услуги. Это и производители, это и экспортеры, и импортеры. Интересно, что в Китае эти компании одновременно являются и экспортерами, и импортерами, то есть никто не фокусируется на одном бизнесе, люди предпочитают это делать и так, и так. Я разговаривал с участниками выставки и спросил, почему так. Ответ был очень на самом деле простой и прозаичный, и он мне очень понравился. Дело в том, что это делается только для того, чтобы удовлетворить потребности своего клиента, чтобы он не разделял поток. В Китае очень приняты упаковки. Упаковки это все. Очень много продуктов упаковывается в подарочные коробки. Конечно, дорогая черешня из Новой Зеландии, из Чили не продается просто так. Она продается вот в таких вот красивых упаковках, и она идет в подарок. И людям это все дело дарится. Отдельно в каждом зале есть специальные зоны для переговоров покупателей. Если кто-то зарегистрирован на выставке как покупатель, то, пожалуйста, для него такие условия, где он может провести переговоры. Как я и говорил, очень много логистических компаний, мировой кризис, рецессия, сокращение товарооборота грузов толкают к тому, чтобы компании были более проактивными в поиске новых рынков и новых клиентов. Вот как я вам рассказывал, пожалуйста, вот здесь вот в основном по периметру расположены китайские компании. Есть компании из Пакистана, из Индии, из Кореи, из Новой Зеландии, Австралии, США. Как это не удивительно, США является одним из крупнейших инвесторов на рынке Китая в агропромышленном комплексе. Также, конечно, в следующем зале я покажу посетительство других государств. Вот вдалеке видите Австралию. Опять-таки, конечно, Китай заставляет с собой львиной домик. Не забываем о том, что Юго-Восточная Азия, она тоже большой игрок на рынке Китая. Это, соответственно, Таиланд, Лаос, Бирма, Вьетнам. И тоже очень крупные поставщики в серпус продукции на рынок Китая. Здесь мы видим вот в ряд, пожалуйста, павильон Австралии. Он очень довольно-таки большой. Впереди сейчас мы пройдемся вперед. Увидим стенд Кореи, национальный стенд Кореи. Корея является как импортером, так и экспортером продуктов. Если мы в данном случае говорим про Китай, из Китая, в основном, они экспортируют овощи. Очень много мини-початков кукурузы. И экспортируют, соответственно, в Китае очень много клубники и черешни, а также, конечно, инжира, который там растет. Вот очень крупный производитель китайский. Он экспортирует. Расскажу еще одну интересную вещь, которую я узнал здесь, о том, что китайские экспортеры, они в основном очень крупные. Я сейчас имею в виду крупных. Они завязаны с государственными корпорациями. Государство очень помогает. Агрокомплексу очень помогает в развитии экспорта. Делает все для этого и инвестирует деньги, дает кредиты беспроцентные на то, чтобы люди могли... Вот китайская компания Good Farmer, очень большая. На каждой выставке, на которой я был в Китае, они представлены. У них всегда очень большие стенды, интерактивные. Через какой-то промежуток времени обязательно какая-то реклама. Девушки танцуют, поют, привлекают внимание. Можете заметить, вот, в течение этих пяти с половиной минут, которые я гуляю по выставке, у них очень, очень, очень так все занято. Вот еще один крупный экспортер, импортер Китая. Ну, вам известная компания Zespri. Это большой трейдер по химии. Хочу провести одну параллель, чтобы людям было понятно, откуда появляются такие большие бренды, как Zespri, Doli, Chiquita и все остальное. Являются ли они производителями? Да, но не до конца. Являются ли они трейдерами? 100% да. Эти глобальные корпорации, они уже не один год инвестируют деньги в сельское хозяйство и не являясь собственниками, значит, все загоняют под свой бренд. Как и очень вам всем известный пример, это компания Nike. По данным на 2020 год, возможно, что с тех пор изменилось, у них нет ни одного своего производства. Они лишь только разрабатывают модели и дают лицензию на пошив и на дистрибьюцию своей продукции. Вот примерно тем же и занимаются Doli, Chiquita и все остальные. Конечно, здесь представлена Турция. Турция – это тоже очень большой игрок. Вчера буквально беседовал с несколькими производителями из Турции. Значит, да, конечно, рассказывают о том, что покупательная способность падает. Я имею в виду в Российской Федерации рассказывает про конкуренцию со странами Средней Азии по именно такому параметру продуктов, как черешня. Ну и, соответственно, есть еще и другие проблемы, такие проблемы, как нехватка водных ресурсов, неурожай, непогода. Ну и, конечно, этот рынок был для них традиционно интересным, потому что они здесь имеют большую долю на рынке. Я делал недавно видео, где-то порядка, по-моему, 10 дней тому назад, из Гонконгского супермаркета. Львиная доля продукции, она была из Турции. Ну и вообще была поделена в таком сегменте, что Турция, Новая Зеландия, Австралия, ну и Юго-Воскочная Азия. В компании много очень разных, выставка очень профессиональная. Понятное дело, почему это все объяснимо, потому что это азиатское продолжение фрут-логистика Берлин. То есть выставка очень информационная, очень много рекламных материалов, буклетов, ссылок на сайт. Ну, то есть такая хорошая профессиональная европейская выставка в Азии. Ну, как вы видите, кто-то уже готовится скоро начать, как это говорится по-английски, happy hour. То есть такой час счастья. Вот обратите внимание, вот все стенды китайских компаний, где есть телевизоры, на которых периодически показываются новости. И все остальное, это вот в основном государственные компании. Там в прямом эфире идут новости с новостных каналов, естественно, в записи, где они рассказывают про достижения и успех. Ну, не забывайте, что в Китае это коммунистическая партия. И это вот такой микс коммунистической партии и современного капитализма. Прошу обратить внимание, насколько сильно здесь представлена Америка. Всем известная компания Griskels, одна из мировых лидеров. На каких бы оптовых рынках я Китая не был, на каких бы приличных супермаркетах не заходил, конечно, везде есть продукция Griskels, она везде представлена. Вот. Конечно, до сих пор Вонг Хонг является определенным анклавом. Здесь немножечко другие порядки. Здесь нет знаменитого китайского фаервола. То есть сайты не блокируются. Ватсап работает, Фейсбук, Инстаграм, все веб-сайты. То есть все, к чему мы привыкли, оно здесь все работает. Но при этом не забываем, что Китай уже 26 лет как здесь. И осталось еще 24 года до полной интеграции Гонконга в Китайскую Народную Республику. Как это будет, не знаю и даже не хочу об этом думать. Продолжаем наш поход. Мы перешли в зал номер 2. Видим здесь разных сперпроизводителей. Здесь китайских производителей немного меньше. Здесь больше представлен Египет. Если в соседнем зале Турции, то здесь Египет. Очень умное решение по разделению потоков. То есть чтобы клиенты не пересекались. Не было кросс-трейда. Они прямые конкуренции рынки разводят. Был удивлен, что практически здесь не видел Марокко. Что здесь очень мало представлен. Что для меня немножко удивительно. Традиционно, конечно, представлен Эквадор. И традиционно представлен Чили. Аргентина представлена в меньшем объеме. Что меня очень удивило. Потому что это тоже очень большой мировой игрок. И я привык, что на всех европейских выставках Аргентина представлена очень сильно. Виноград, яблоки, черешня. Это прям все-все-все очень важное в ежедневном ракционе. Значит, человек. Вот, пожалуйста, здесь вот новые рынки. 11 вот, значит, национальных маркетов. Видите большой стенд в Чили. Перу, конечно, здесь представлен. Все эти прекрасные страны, где есть экзотические в нашем понимании, в понимании китайцев уже обыденные, значит, продукты. Это черешня, голубика, виноград, яблоки и все остальное. Удивительно, что очень мало предоставлена здесь индустрия по оборудованию. Конечно, в Европе это отдельные павильоны и стенды на выставке. Здесь, к моему удивлению, этого намного меньше. Я видел всего три компании, которые представляют здесь, значит, свое оборудование. Очень много, конечно, голландцев. Голландцы представлены в большом количестве. Как большой хаб и большой трейдер, который продает свою продукцию по всему миру. Очень много, как я вам говорил, флагистических компаний. Удивительно, что здесь я насчитал пять компаний, которые представляют услуги под термодатчиком. Наконец-то в рынок и вообще пришло понимание того, что очень важно к каждой поставке добавлять термодатчик. Идет большая конкуренция между термодатчиками. Теперь недостаточно только показывать температуру. Люди хотят ее видеть в режиме реального времени. Вот, Алтай Фрес. Это такой есть город в Китае, на северо-западе, называется Алтай. Значит, и люди хотят уже знать, где находится груз в реальном времени. Люди хотят знать про влажность. Люди хотят знать про то, падал палет или нет. Соответственно, рынок, наконец-то, чему я несказанно рад. Потому что все эти последние 15 лет, пока я в этом бизнесе, значит, интересно, что люди, они на этом всегда меньше всего обращали внимание. А теперь на этом никто не экономит. Наконец-то люди понимают, что это один из основных факторов в решении и спорных ситуаций, и в предотвращении подрыва имиджа своей компании. Конечно, предоставлены здесь в широком спектре Евросоюз, Испания, Италия, Нидерланды, как я вам говорил. Все они здесь представлены. Ну, такой определенный микс. Выставка меняется из года в год. Меняется в том плане, что очень много уже появляется китайских компаний. За счет того, что в Китае, конечно, очень тоже сильно развивается сельское хозяйство. В него уже инвестируют. Это уже не всегда, как мы привыкли говорить, пластиковые продукты. Это уже совсем другие продукты. Отмечу, что из стран постсоветского пространства, к моей огромной радости, здесь представлена Молдова. Это очень хорошо. Это значит, что идут люди в правильном направлении. Удивлено было, что здесь не представлен Грузия, Узбекистан. Это государство, которое есть, чем, значит, удивить азиатских клиентов. Очень хорошо здесь представлено Польша. Очень хорошие и дружные у них здесь алиэл. Заходил к ним. Начинают каждое утро с общего собрания. Ну, очень так все хорошо у них. Ну, и, соответственно, там дальше вглубь опять китайские производители. Мы здесь немножечко повернем. Расскажу об интересном феномене, который я заметил здесь. Что очень сильно развиваются сетки с именно фруктовыми магазинами. То есть люди делают отдельные магазины для фруктов и для овощей. Недавно познакомился на предыдущей выставке. Кстати, этого господина тоже видел здесь. Буквально сегодня это сеть из именно фруктовых магазинов в Китае, которая насчитывает 2400 магазинов. Еще раз повторяю, 2400 магазинов, которые продают только фрукты и овощи. Вот. Это, в принципе, вот все, что я могу вам на сегодняшний день про эту выставку рассказать. Очень интересное. Я заметил вчера и сегодня приличное количество русскоговорящих клиентов, посетителей. Они ходят, ищут, смотрят. К моему сожалению, никто ничего не предлагает оттуда, что очень удивительно. И, конечно же, пытаются наладить поставки тех продуктов, которые, наверное, они пока, к сожалению, не могут привозить из Европы. Что я могу сказать в конце своего вот этого краткого, почти 20-минутного репортажа? Что, конечно, я много беседовал с людьми о том, что происходит. Все ищут новых клиентов. Всем нужны новые рынки сбыта. Все хотят продавать больше. Все хотят покупать лучше. И, конечно, большой интерес, я не скрою, вызвала наша платформа. Не все до конца понимают, как она работает. В силу того, что все-таки люди здесь приехали больше продавать свой продукт, чем покупать. Я имею в виду тех, кто выставляется. Но интерес есть. Я уже закрепил около 20 встреч после выставки, где подробно людям расскажу про проект. Очень было интересно, что турецкие производители, они вообще сегодня утром создали небольшую фокус-группу, где они мне рассказывали о том, что, по их мнению, является важным, чтобы платформа была успешной, а они через нашу платформу нашли выходы на новые рынки и новых клиентов. Вот так вот я вам коротко рассказал про выставку. Выставка очень интересная. Надеюсь, год от года будет только увеличиваться и улучшаться. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на новости о Фудсмаркет. Участвуйте в нашей платформе. Скоро будет больше интересных видео, больше интересных презентаций. И давайте работать вместе на общий успех. Спасибо всем.